Я представлюсь, меня зовут Александр Клинчаров, я являюсь руководителем подразделения по работе с компаниями рынка информационных технологий ProBusinessBank. ProBusinessBank организован в 1993 году. В 2004 году была основана финансовая группа Light, которая на сегодняшний день объединяет в себе семь банков, девять компаний. Семь банков плюс факторинговая компания плюс компания, которая занимается девелоперскими проектами. У нас на сегодняшний день больше трехсот отделений по всей России и больше десяти тысяч сотрудников. Соответственно, одним из приоритетных направлений развития бизнеса финансовой группы является развитие корпоративного бизнеса, причем мы его развиваем по так называемым нишам, то есть мы определяем группы клиентов, которые нам интересны, на которых мы могли бы специализироваться, предлагая им специальный продукт. В частности, мы работаем сегодня активно с пятью группами клиентов. У нас есть ниша нефть, у нас есть ниша фарма, алка, мы работаем с компаниями сектора электроэнергетики и в завершении мы работаем с компаниями рынка информационной технологии. Мы это направление развиваем второй год и, в общем-то, развиваем его достаточно успешно. И, собственно говоря, суть нашей стратегии заключается в том, чтобы, базируясь на четырех элементах нашего клиентского предложения, в общем-то, быть удобными для вас и надежными партнерами. Значит, первые четыре элемента. Первый элемент – это, собственно говоря, настраиваемый продукт. Мы не предлагаем стандартные продукты для IT-компании, учитывая особенности сделок, которые вы заключаете, и понимая разношенность, наверное, компании на IT-рынке, мы, в общем-то, умеем к каждому клиенту найти индивидуальный подход. Поэтому, в общем-то, продукт, который вы в результате получаете, он имеет настраиваемые опции. Второе – это персональный самостоятельный менеджер. Это, в общем-то, два ключевых слова – персональный и самостоятельный. У нас нет кредитных комитетов. Большинство менеджеров обладают собственными компетенциями, в рамках которых они принимают необходимые шины, в том числе и кредитные. И, собственно говоря, мы не являемся банком, чтобы в том смысле, в котором принято это считать, в общем-то, мы пытались двигать эту парадигму и, по сути, называем себя финансовой компанией. Чтобы это лучше прочувствовать, я вот мог бы вас всех пригласить на Волгоградский проспект, наше отделение. Мы его открыли около двух с половиной лет назад. Находится оно в бизнес-центре Avilon Plaza. Вот там, я думаю, что можно будет прочувствовать, собственно говоря, именно вот это понятие, то, что вы именно финансовая компания для защиты программного обеспечения легального копирования. Сегодня я вам расскажу о проблемах электронной подписи в системах ДБО. И в основном коснусь, конечно, технических аспектов. И постараюсь обозначить некие пути, по которым может идти развитие систем ДБО для защиты денег своих клиентов. Подписи, на самом деле, проблем никаких нет. Формируются подписи в клиент-банках в основном с помощью сертифицированных криптопровайдеров. Стойкость этих подписей сомнений не вызывает. Проблемы откроются в том, что нельзя гарантировать, что эта подпись была сформирована действительно клиентом. Основная масса пользователей, те же бухгалтеры, мы знаем финансисты, они используют клиент-банк на своем рабочем месте. С него же они ходят в интернет, делают все какие-то другие операции, приносят туда флешки, документы, перенос. Происходит частое явление, как заражение. Шпионское ПО, устанавливаемое на компьютере, пользователь позволяет воровать ключи, подписи, если они хранятся в GD-файл. Также возможно выполнение подписи в клиент-банке с помощью удаленного управления компьютером через интернет, или подмена платежной информации в момент выполнения подписи самим пользователем. То есть человек видит на экране кнопку, нажимает кнопку, подписывает совершенно другое, и отправляется в банк. Что можно сделать? Первое – это проблема кражи ключей. Сейчас на рынке существуют аппаратные средства защиты информации, в них неизвлекаемые ключи, все операции в подписи совершаются внутри токенов, в частности, наиболее распространенный форм-фактор – это USB токен. В этих токенах реализация российских химикалгоритмов присутствует. К сожалению, невозможно с помощью только аппаратного СКЗИ гарантировать противодействие другим образом, как удаленное управление и подмену платежной информации. Для этого разрабатывается сейчас доверенное устройство, ни одна компания этим занимается, которое позволяет доверенные пин-коды осуществлять и осуществлять отображение подписанной информации перед тем, как ее подписать на экране этого доверенного устройства, которое уже не подвержено заражению либо управлению с помощью такого шпионского ПО. Типовой сценарий может выглядеть приблизительно так. Существует клиент ресурсбанковского управления, доверенное устройство, к нему подключено аппаратный СКЗИ, в котором есть ключи для подписи. Примируется платежное поручение обычно стандартными средствами. Отформатированная платежка отправляется в доверенное устройство, где она отображается на экране. Если пользователь согласен с той информацией, которую он увидел, он ее подтверждает. Если необходимо, вводит пин-коды для доступа к устройству. Платежка попадает в аппаратный СКЗИ, где подписывается, и, соответственно, возвращается в клиент и отправляется в банк. К сожалению, такой сценарий, он хоть и гарантирует безопасность совершения платежей, он не может удовлетворить всех в силу того, что очень часто осуществляются массовые платежи. Сотни платежек собираются подписываются, отправляются и проверить каждую длинные цифры, отображаемые на экране, если человек устанет после трех-четырех платежек.